здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим с вами о заболеваниях глаз и все что с этим связано и в студии у нас фируза фаридовна ахмедова врач офтальмолог дневного офтальмологического стационара центрального поликлинического отделения люберецкой областной больницы здравствуйте фируза фаридовна вот ну я понимаю что наверное до сих пор еще кто-то называет таких врачей глазниками врачам это не нравится но тем не менее когда люди сталкиваются с той или иной проблемой они быстро что пока вы говоришь офтальмолог да они сразу же так мне надо глазнику и так далее потом глазные капли существуют до сих пор до словосочетания вот что такое наши глаза а многие говорят что ноте нервные все окончания все что связано с руками там с конечностями и помните лев николаевич говорил что глаза это зеркало души можно ли сказать что глаза это еще некий показатель нашего общего состояния здоровья конечно глаза это во первых это окно в мозг так да это часть мозга выведенная наружу то что нам господь доказать задал да 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 зрение нам господь бог дал и мы этим беспощадно пользуюсь эти причем дал он нам бесплатно а мы его не ценим не ценим вот этот дар дара зрения считая великий дар и если с научной точки зрения повторюсь что было глаз это окно в мозг не даром говорят что невропатологи даже говорят если какие-то головные были проблемы с головой сходите к офтальмологу почему потому что офтальмолог смотрит глазное дно и видит там сосуды то есть тонус сосудов калибр сосудов расширенные сужены смотрят нет ли кровоизлияния то есть вот именно и конечно мы видим там зрительный нерв то есть это зрительный нерв эта часть головного мозга опять же говорю повторюсь выведены наружу и вот поэтому мы можем уже поставить диагноз поэтому именно офтальмологи ставят на раннем этапе даже раньше чем например даже эндокринологи ставят проблему могут поставить диагноз сахарный диабет не пора ли вам подходить к эндокринологу вот что-то какие-то и являться да да очень часто до грамотный офтальмолог может поставить диагноз сахарный диабет просто посмотрев глазное дно то что нужно сами знаете у нас народ очень поздно пока нет но это да это тема почему мы собственно говоря и приглашаем врачей от самого высокого руководящего до состава до практиков которые буквально до работают с людьми непосредственно что называется на земле потому что очень многие так доверять своему организму который они нещадно эксплуатируют мучают едой неправильным образом жизни праздниками тогда нервами до нервами нас еще вся остальная наша жизнь может и почему-то им кажется что все это организм выдерживает я вот когда впервые но на своем примере я думаю что со многими так происходило вот чуть-чуть с глазами всегда было хорошо так получилось по жизни никогда не жаловался и вот где-то после 50 лет я пришел к врачу говорю что-то у меня левый глаз явно хуже чем правый но начинают разница до разницы ну а в таком возрасте каждый раз как старый автомобиль начинаешь знакомиться с новыми проблемами и она мне сказал замечательно врач говорит а вы знаете чтобы 40 лет надо уже очки потихонечку начинать носить то есть к чему я это все веду насколько человек как долго можно прожить человеку с нормальной нормой глаз без вмешательства офтальмолога или надо за этим следить прямо вот даже если у тебя ничего не болит приходить читать эти буквы я все-таки как врач офтальмолог считаю что нужно прям с рождение постоянно следить потому что и у детей бывает очень масса проблем орган то очень маленький а заболеваний очень много просто колоссальное количество и поэтому прямо с рождения поэтому даже есть какие-то рекомендации давай то лучше давать например детям отдельно молодым и уже 50 45 там 50 раз у всех везде да то есть это дети если тогда уже начну говорить о профилактике то есть конечно родителям нужно я считаю что с рождения то есть смотреть ребенок показать ему игрушку он следит за игрушкой или нет то есть взором взглядом смотрит туда-сюда то есть уже вот так может родители свои понять видит ребенок или нет потому что бывает врожденные патологии глаз когда он очень тяжелый когда там требуется уже вмешательство крупных специалистов да то что можно подправить или то что не останется жаление есть врожденные до патологии которые можно подправить можно вовремя пример поменять хрусталик ребенку там вот бывает в шесть месяцев можно поменять хрусталик у нас сейчас хирурги делать но мы об оперативном скажем о вариантах лечения во второй части поговорим о группах вот дальше чек который приобретает ну зрение теряет просто по возрасту это уже другого возрасте понимать я еще хорошо давать его дети дальше дети вот на весь у вас ребенок ведь что вы поняли что ребенок плохо вид а как можете понять ребенок никогда вам не сообщит я плохо вижу мама что мне за что он не знает хорошо это или плохо он будет всю жизнь думать что вот так правильно так и нужно видеть что идем к вам да конечно нужно профилактировать то есть если вы мать даже зами что он щурится жмурится ребенок часто вот на замечали когда косит да вот что такое понимаете да что это идет то есть мы меняем кривизну роговицы то есть наша роговица это линза который имеет то выпуклую то есть ее натянуть благодаря вот этим движением то кривизна меняется и человек начинает лучше видеть если вы замечаете что дети начинают так видеть там с последней парты и даже с 3 начинает щуриться учителя замечает это пересаживаться надо и я советую заниматься этим именно например в августе перед школой начале августа отвести ребенка к офтальмологу попросить проверьте доктор посмотрит если какая-то уже проблема выявилась тоже вас есть хотя бы месяц покапать капли что-то подготовить ребенка если все нормально значит все идем в школу и до января я считаю до зимних каникул нажида до желательно каждые полгода потому что сейчас видите нагрузка огромное на зрение это ну сами не буду перечислять эти все гаджеты вот кстати я не могу не спросить сейчас мы о взрослых тоже поговорим и но в неврожденном а уже приобретенным заболевание или возможным заболевание вот эти гаджеты нот я например да понятно что молодые ребята совсем тоже вот есть возможность они 24 са будет этим заниматься и так далее как бы нам там не писали что специально для глаз монитор т т т т и так далее но глаза устают и так далее мы даже самое хорошее зрение насколько это процентов ухудшают нашу жизнь вот говорят что надо 15 минут делать перерыв это правильно из на компьютере в идеале да но все-таки я скажу свое личное мнение что ваш и наше зрение не падает от того чтобы много сидим за компьютером наше зрение падает от того что мы мало проводим времени на улице на свежем воздухе нужно давать просто конечно просто вот банальный отдых нужно да что вот эту снять зрительную утомляемость и заметьте есть люди которые могут 24 часа сидеть за этими гаджетами и зрением них не падает стопроцентно а есть которые посидят немного там 23 часа и падать Я считаю, что это не только, конечно, мое мнение. Тут дело в рожденной патологии предрасположенности, да, вы правильно говорите, соединительной ткани нашего организма. Потому что наш глаз – это скопление не только нейронов, нервных клеток, но там есть и соединительная ткань. То есть это как типа сухожилия, я имею в виду. Там есть решетчатые плоды. То есть строение глаза очень сложное. Потому что он должен адаптироваться всё время. Да, да. То есть он бедняга. Потом у нас у всех разные строения, все мы по-разному сидим. У кого-то есть ацискалиоз у детей, у кого-то нет. У кого-то со ацискалиозом он будет стопроцентный, а у кого-то влияет. Потому что здесь позвоночные артерии, когда они перегибаются, передавливаются, естественно, меньше крови и кислорода поступает в головной мозг. И тоже зрение от этого падает. То есть я считаю, что даже зрение у нас падает больше от стрессов. Я понял. Даже не той нагрузки, которую мы даём. Это хорошо. Это вы нас немножечко, так сказать, успокоили. Две группы. Первая. Давайте мы поговорим всё-таки о людях, о которых мы, о детях поговорили, у которых заболевания глаз давно, они рождённые. О способах мы поговорим о второй части. Как часто человек, у которого какие-то проблемы с глазами, он должен ходить? Раз в месяц? Или это в зависимости от ситуации? Ну, вообще, по стандартам принято, что в настоящее время уже с 35 лет надо ежегодно посещать. Что-то говорит раз в два года, кто-то говорит раз в год. Ну, я считаю, вот есть такое хорошее понятие сейчас – чекап, да, знаете? То есть это ежегодное полное обследование для выявления каких-то пока не существующих заболеваний. Ну, диагностика, да, чекап и вот просто современное слово. И поэтому желательно его проводить, потому что есть такое заболевание, как глаукома. Она бывает у молодых. Это очень серьёзное заболевание. У меня был недавно парень, кстати, я рассказываю многим, эта мобилизация ему помогла, вот эта мобилизация, которая была в сентябре у нас, она помогла ему выявить глаукому в 30 лет. Это очень серьёзное заболевание, которое приводит к слепоте, если ничего не делать, не обращаться к врачам. И вот он думал, ну, дай я пойду, узнаю, может быть, что-то получится откосить, да, как-то вот проверить зрение, там у него немножко падало, он не обращал меня. А когда он пришёл, у него уже выявлена была третья стадия глаукомы. У нас есть врач в второй поликлинике, вот она его вывела, пригласила ко мне, отправила, вернее, ко мне в стационар, я его обследовала, выявила, назначила капли. А что такое глаукома? Глаукома – это, ну, это очень серьёзное заболевание, при котором страдает зрительный нерв, идёт атрофия, умирают нервные клетки. То есть глаз как бы работает, но не работает на зрительную, да? Глаз, ну да, сам как глаз, он, тут страдает зрительная его функция. Ну, какие-то остальные работают, а зрительная нет. Зрительная именно функция. То есть благодаря зрению это всё наше, это 80-90% информации жизни. Ну, то есть это самая страшная на сегодняшний день глаукома, или есть ещё страшнее что-то? Ну, это, знаете, как глаукома страшная, то, что это тихий враг, тихий враг. Дело в том, что человек не понимает, нет боли, нету, практически ничего не замечает пациент. Приходит с одним слепым глазом. Где вы были? Я не замечал. А, причём глаукома ещё бывает на один глаз, а бывает и на два. Ну, чаще классическая глаукома, она начинается с одного глаза, потом присоединяется второй. Потому что идёт нарушение коробочной. Глаукома – это сосудистые заболевания. А ещё какие страшные? Это проблема, когда… То есть можно сказать ещё, вот это фактор риска для этого заболевания – это диабет, чего, да, это гипертоническая болезнь, это курение, даже вот раса предрасположена, например, выявлено, что у чернокожих, потому что у них много пигмента везде, также и в глазах есть пигмент, есть пигментные оболочки, та же наша радужка, она же тоже пигмент состоит, там, зелёный, голубой, а у темнокожих, у них там, наверное, вообще очень много чёрных глаз, как говорится, и поэтому этот пигмент, он может забивать те фильтрационные каналы, через которые проходит внутриглазная жидкость. Вот, и это, и выявлено, что у чернокожих больше глаукомы выявляется, темнокожих, темноволосых людей, чем у светлых. Скажи, а какие ещё страшные, кроме глаукомы? Потому что я это слово слышал, и как-то… Ну, не страшные это, ну как страшные. В настоящее время глаукома, она, как сказать, не знаю, что она поддаётся лечению, она хорошо контролируется каплями. Каплями. То есть если вовремя обратиться, доктор подобрал капли, если капли не помогают, мы направляем на операцию. Операций очень много разработанных нашими ведущими офтальмологами, и поэтому бояться не надо операции. И вы можете направить? Да, есть Краскова, есть глазной отделение, ну как раньше помните, у нас Красковская больница, конечно, сейчас она на Либерецкой относится, и там есть у нас прекрасное глазное отделение, куда мы направляем на операции. То есть человек, у которого есть заболевание, и та дойти к врачу, и не боятся, что есть возможность поддержать его. Да, есть возможность поддержать. То есть очень важно, да? Капель колоссальное количество, очень много, и, конечно, в данном случае важно попасть к грамотному специалисту. Сейчас сделаем небольшую паузу, напомню, что у нас в студии Фируза Фаридовна Ахмедова, врач-офтальмолог Либерецкой областной больницы, и поговорим дальше уже об очках сегодня, поговорим, потому что очень важная тема. Ну, как говорят, в таких случаях, у кого что болит, тот о том и говорит, это я о себе, потому что такая проблема осуществует. Ну и, конечно же, о хрусталиках, потому что тоже всё время мы слышим, что делают эти операции и так далее. Так что оставайтесь с нами. Это программа «Открытый диалог». У нас в студии Фируза Фаридовна Ахмедова, врач-офтальмолог дневного офтальмологического стационара Центрального поликлинического отделения Либерецкой областной больницы. Коль мы заговорили в прошлой части вот с глоукомой, у нас было, давайте о хрусталиках поговорим, потому что я, например, когда у меня мамы делали эту операцию, я давно, правда, уже сталкивался, да, я никогда не думал, что она, оказывается, эта операция очень, как это, часто происходит, ну, как пирожки. Это амбулаторная, на самом деле, сейчас это амбулаторная операция. Что это такое? То есть что нам даёт операция с хрусталиком? И опять же, как понять, что человеку надо прийти к вам, зафиксировать эту проблему и решить её, насколько это дорого сегодня? Ну, операции на хрусталики делают при таком заболевании, как катаракта. Катаракта – это помутнение хрусталиков. Вообще, в 60 лет катаракта есть у всех, практически у всех, начальная. Это нормально. Катаракта – это помутнение хрусталиков, оно нам нужно для того, чтобы защитить наш глаз от вредного солнечного излучения. Поэтому вначале, конечно, у нас в глазу есть такие пигменты, как заоксантин, лютеин. Вот с возрастом организм уже их не получает ни извне, не продуцирует, вернее, сам, но можно получить извне из продуктов питания. И поэтому катаракта, её функция направлена на то, чтобы защитить наш глаз, повторюсь. Но тем не менее получается автоматически снижение наших... Да, зрение падает, поэтому после 50, если вы заметили, что зрение вдаль начинает падать, потому что с возрастом он оводняется, он уплотняется, например, даже с 40 лет. Но сейчас этот возраст отодвинулся на 45. Раньше вот был 40, сейчас на 45. Потому что всё как-то отодвигает, заметили, да, и человек... Но мы же должны жить долго и счастливо. Да, да, да. Так, и что такое хрусталик? А почему на хрусталик мы его можем поменять, правильно я понимаю? Да, его можем поменять, чтобы видеть хорошо, потому что когда мутный хрусталик, теряется качество жизни человека. И сегодня это простая, в общем-то, да, считается операция? Да, это простая амбулаторная операция, делают её ультразвуком, да. Вот как зуб вставляют, как он называется, имплант, да, так и хрусталики разные, да? Да, да, есть разные хрусталики, которые можно и для дали, например, хрусталик, потом есть такие мультифокальные хрусталики, когда вы можете видеть них и вдаль, и вблизи. То есть почти как в молодости? Да, да. Как долго идёт операция, и как пациент может получить, потому что, опять же, ходят всякие слухи, что это дорого, что это какие-то затраты и так далее, очередь надо записываться. Как это происходит? Ну, я думаю, в настоящее время, если говорить о нашей больнице в Красково, то очередь, по-моему, всего месяц на данный момент. Но я могу ошибаться. Но это же недолгая операция сегодня. Это недолгая, 15-20 минут. Но и потом имейте в виду, что зависит от пациента. Одно дело, что пациент идёт с диабетом, у которого в анамнезе диабет, и риск развития каких-то кровоизлияний может быть во время операции. И другое дело, когда просто пациент практически здоров и идёт, просто хочет себе улучшить зрение. Или, например, бабушку, которая 90 лет, тоже. То есть надо учитывать риски. И перед операцией всегда советую, и наши хирурги требуют, надо обследоваться, чтобы не было послеоперационных осложнений. Понятно. Теперь ряд вопросов супердилетанта. Начнём с вопроса про очки. Вот вы правильно сказали, что у многих людей по-разному, от 40 до 50, которые никогда вообще и не следили за глазами, как бы отработал у них зрительный этот нерв хорошо и работал. И вдруг начинается вот эта вот рука удлиняется. Не хватает уже руки. Начинается какой-то мандраж. Ну, непонимаемый. Какой-то страх, да? И кто-то говорит добрым голосом. Так у тебя же уже плюс. Пойди купи очочки. Плюс один где-нибудь в крупном гипермаркете. Ну, там, рублей за 300-400. Человек идёт, покупает. Ну, как бы лучше становится и так далее. А потом он не понимает, что есть, что такое плюс 2, плюс 3 и так далее. Что есть для чтения. Есть для работы с компьютером. Наверное, я вот плюсовик в данном случае. Есть люди, у которых другая проблема, да, у которых начинается минусовая проблема. Речь в этом вопросе о том, как правильно сегодня подобрать очки. Можно ли покупать очки для зрения, не проверяя их, самые простые? Или всё-таки нужно идти в оптику? И куда идти? Потому что сегодня в оптике, ну, я сталкивался с этим. Тут уж без денег не получится, понятно. Но предлагают, например, хочется, чтобы были компьютерные очки. И одновременно, чтобы в них смотреть, какие-то совершенно невероятные цены. Вот эта оптическая составляющая. Куда правильно обращаться? Или это вот врач... Потому что иногда у пациента, это я не про вас говорю ни в коем случае, на разных болезнях, там кто-то травку прописывает, у него возникает вопрос, что это какая-то там рука руку моет, да. Врач выдаёт рецепт, что нужны очки плюс 2, например. Куда идти? Как правильно? Идти в какую-то контору заказывать? Ну, если моё личное мнение, то я считаю, что очки нужно подбирать в оптике. Потому что оптометрия – это целая наука. Я недавно обучалась, это отдельно этому. И я поняла, что сам врач за 12 минут в поликлинике не сумеет подобрать. Поэтому смело идите в оптику, где грамотный подбор занимает. Вот очень грамотно у специализа 30 минут до 1,5-2 часов. Это грамотный подбор, конечно. Там очень много тестов. Стерео-тесты, бинокулярные тесты, красно-зелёный тест. То есть очень много чего нет в кабинете офтальмолога. Да и времени нет на это. Ну да, другая задача, две разные специальности. Да, другая задача, конечно. Поэтому я всегда говорю, особенно если это астигматизм. Астигматизм – это когда нужно уже ставить цилиндры специальными тестами. То есть это невозможно поставить за эти 12 минут. Какой бы грамотный офтальмолог ни был. Ну ладно, хорошо. Некоторые говорят, ну я могу ещё пригласить на другой приём и подобрать. Поэтому лучше сходить в оптику. Уважающий себя, уважающий себя директор оптики всегда пригласит грамотного оптометриста или оплатит его обучение для того, чтобы эти пациенты, эти люди вернулись. Мы сталкиваемся с тем, что опять же я о чём говорю. Оптик много, а понять иногда где хорош. Дети сетевую. Сетевую они обычно за свой имидж отвечают. И есть такая банальная фраза, конечно, «Очки – это роскошь». Это да. К сожалению, это роскошь. А покупать вот эти для чтения можно? Грамотно подобранные очки – это роскошь. Особенно если близоруким говорить, обязательно нужно подбирать очки для дали и для близи. Обязательно. Ну а вот как бывают сейчас очки? В любом магазине висят плюс один, плюс полтора, плюс два. Потому что у вас может быть на одном, например, плюс один, а на другом 0,75. То есть это большая… Вот этот 0,25 даже диоптрий имеет огромное, колоссальное значение для качества вашего зрения. Потому что зрение – это всё для нас. Правильно? Это всё для нас. И поэтому у нас огромная нагрузка на глаза вблизи, вдаль. И старайтесь подбирать очки обязательно для дали и вблизи отдельно. А есть ещё такие очки, как прогрессивый. Может быть, не слышали вы. Ну как? Прогрессивый – это вот как у меня. То есть здесь в одном стекле всё есть и для дали, и средняя зона компьютерная, и для близи. Мне тоже уже 50+, поэтому я подбираю, вот села себе очки такие прогрессивые. Но мне повезло, я потом спрошу у вас после программы, где такие прогрессивые можно найти. Они есть в любой оптике и прогрессивные стекла. Хорошо, у вас, потому что раз вы носите, значит, это очень важный ещё момент. Плюс 1, минус 1, плюс 2, минус 2. Что лучше, когда у человека плюс или когда у человека минус? Или это неправильный вопрос с точки зрения здоровья? Для жизни, с точки зрения здоровья, ну для жизни, конечно, норма, когда ни плюс, ни минус, он называется такой понятник, как эмитроп, когда у человека хорошо видит и вдаль, и вблизи. То есть многие путают понятия близорукость, близорукий человек, близко руку вижу, значит, вдаль плохо вижу, а дальнозоркость, дальнозоркость вдаль, то есть он хорошо вдаль видит, а уже вот 45+, он плохо и вблизи. Поэтому говорит дальнозоркость, или называют ещё пресбиопия. Тут трудно сказать, что лучше для организма, но близорукость слабой степени, если она молодость есть, при минус 1, минус 2, то в 50 лет вам не нужно будет носить очки, как говорят, да? Но это тоже миф, это тоже миф. Некоторые говорят, о, я уже хорошо вижу, вот это слово меня удивляет, особенно, я же вижу, да, как я же мать, я же вижу, да? Да, вы видите, но в это время неправильно работает именно аккомодация ваша. Это такой сложный биомеханический процесс внутри глаза, который даёт нам хорошее зрение. Аккомодация – это приспособление глаза вблизи и вдаль, приспособление благодаря специальным мышцам внутри глаза. Поэтому не забывайте об этом, и даже если вы видите вблизи, вам всё равно нужны очки, не читайте близорукие люди, прошу вас, не читайте без очков. Ну как же, я же вижу, всё равно идёте в оптику и подбирайте очки. Неправильно это, тогда ваши мышцы правильно работают, и у вас не будет ни глаукомы, ни возрастной макулодистрофии. Ну согласитесь, очки всё равно мы обманываем наши глаза, правильно? Поэтому их и надо менять часто. Что значит обманывать? Ну мы же пытаемся им помочь. Многие говорят, костыли, да? Ну да, да, да. Тут я вот ещё один вопрос вспоминаю, что у нас же ещё есть линзы. Времени у нас, правда, нет в программе, но я задам вопрос про линзы. Это нормально? Потому что я вот, например, так как я недавно с очками только познакомился, вот линзы люди носят, это нормально? Нормальные линзы, почему? Единственное у них минус – это то, что они плохо влияют на нашу руговую оболочку. То есть какая, блин, за гидрофильная, либо гидра, то есть она любит воду, то есть она втягивает воду, то есть она увлажняет руговую оболочку, она всё равно будет влиять на руговую оболочку. Но есть сейчас вышли такие линзы, вы должны знать, склеральные, то есть они не на роговице, а вокруг роговицы. Если у вас, помните, даже роговица в строении глаз. Это роговица, это прозрачная наша передняя. Я вот забыла глаз, анатомия, макет глаза принести. Но мы вас ещё пригласим, потому что вопросов ещё много накопилось. И поэтому, да, есть склеральные линзы. Посмотрите в интернете. Там, в глубину. Они, да, они не давят на роговую оболочку. То есть вот этот кружочек, который он дает не на роговицу, а рядом с ней. И как бы между роговицей и линзой создаётся, да, там воздушная, даже какая-то водная оболочка такая, она нет соприкосновения. Вот это очень полезно. Ну, я вижу, что... Потому что не все могут носить очки, не всем полезно. Потому что бывает и здесь, и есть зрение, когда на одном глазу минус 9, на другом минус 1. А, и поэтому не получится. Я понял. Вот это большая разница. Тут линзы помогут больше. Или операция. Спасибо вам огромное. Фируза Фаридовна Ахмедова ответила только на маленькую часть тех вопросов, которые касаются офтальмологических проблем. Врач-офтальмолог Роберетской областной больницы. Вам большое спасибо. И приглашаем вас продолжить наше обучение. И главное – понять, что глаза – это, как вы сказали, вход в мозг, да? Окно. Окно в мозг. Окно в мозг. Да. И есть возможность посмотреть... Это выведено на периферию кусочек мозга. Вот. Есть возможность чуть раньше понять, чем, к сожалению, вы можете заболеть. Или уже заболели. Всем здоровья. И вам тоже, и вашим коллегам. Да, всем желаю здоровья, хорошего зрения. Как говорил мой один пациент. Доктор, я, говорит, вижу... Вот почему я вижу, говорит, первую звезду Большой Медведица, а вторую не вижу. Вот я говорю, хочу пожелать, чтобы все звезды Большой Медведица все мы всегда видели. Спасибо огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»